Приветствую вас. Ну, во-первых, хочется сразу сказать, что вот то, с чего вы начинаете свой текст, где просите моралистов не осуждать, вот, при измене все сами понимаете, но сразу это, с одной стороны, говорит о неком таком наборе у вас защитных механизмов, ну, либо об одном из защитных механизмов, которые вы используете для того, чтобы удерживать себя подсознательно, в том состоянии, в каком вы сейчас находитесь. То есть вы боитесь осуждения, вам оно не нравится, это осуждение. Вы болезненно его воспринимаете, потому что иначе вы бы не просили, ну, не осуждать. Вам было бы все равно. Если бы вы попросили, да еще и с первого, так сказать, с первого предложения. Значит, вам не нравится, когда, ну, вот, осуждать. Это вы воспринимаете негативно. Почему? Болезненно. Почему? Потому что нет уверенности в себе. Нет уверенности в себе и в собственной позиции. Нет уверенности в себе и в собственной позиции. Опять же, почему? Потому что вы привыкли подавлять. Подавлять свои желания. А привыкли подавлять свои желания. Почему? Потому что ваше желание подавляли родителей. Скорее всего. Ну, так или иначе. Ваше, прошу моралистов, не осуждать, да. Это вы говорите, что я не хочу, я боюсь, что со мной будут говорить, как с ребенком, да, строгие родители, и будут меня осуждать, тем самым подавлять мои желания. Которые я и так в себе подавляю, из-за чего мне плохо. Поэтому первое. Нажду вам, стоит обратить внимание, это на то, что вы в себе подавляете, что вы себе не позволяете и почему. Второе. Ну, не знаю, может быть, какие-то моналисты у нас здесь и будут на сайте. Но любой психолог, который уважает себя и клиентов, он не будет вас судить. Потому что психологи, да и вообще люди, не судьи. Мы не судьи вам. Знаете, мы прекрасно понимаем, что вы обратились к нам за помощью, потому что сами вы справиться не можете. Мы не судьи. Но, но, то, что вы говорите, что про измены все сами понимаете, это хорошо. Мне интересно другое. Что именно? Что именно вы понимаете про измены? Какова динамика измен? Каков мотив измен? Каковы последствия измен? Если вы все сами понимаете, то было бы здорово, если бы вы это озвучили. Я бы мог сказать здесь что-то, да, про измены, про то, почему это происходит, почему это может происходить и так далее. Но, вы говорите, что про измены вы сами понимаете, значит, в терапевтических целях лучше будет, если вы высказите сами свою позицию по поводу измен. Так же откровенно, как и все то, что вы пишете дальше. Если вы решили быть откровенными. Кстати говоря, это здорово. Но, кстати говоря, у меня опять же не придает ощущение, что откровенно вы только здесь. Вот только здесь, на сайте. Как часто вы бываете откровенными с другими людьми? Как часто вы позволяете себе быть с другими людьми? И с собой? Естественными? Являетесь ли вы вообще с кем-нибудь собой? И естественными? Далее вы говорите про то, что хотите выбить дури с головы. На мой взгляд, здесь идет откровенно принижение себя и непринятие. То есть, идет, по сути, отрицание, именно отрицание своих желаний. То есть, вы чего-то хотите, но вы привыкли это подавлять. И мало того, мало того, вы испытываете из-за этого чувство вины, которое, скорее всего, продиктовано, диктуется голосом ваших родителей. Мало того, вы испытываете из-за этого чувство вины, хотите от этого избавиться и, соответственно, оставить свои желания в подавленном состоянии. И к чему это приведет, как вы думаете? Ну хорошо, с этим мужчиной, вот с этим мужчиной, вы не будете вместе. И вы с ним не переспите. Поступите правильно, поступите верно, поступите хорошо. Ну а дальше что? Дальше. Вот эти желания ваши, которые сейчас с вами движут, уязвленное самолюбие, которое сейчас также с вами движет, с ним-то что делать будете? Оно ведь никуда не уйдет. Нет, можно, конечно, предположить, можно предположить, что вот как вы говорите, что я встретила бывшего одноклассника, которому было неравнодушно во время учебы. Можно предположить, что это синдром незавершенного действия. Можно предположить. Да. Но если так, то вы, получается, несмотря на синдром незавершенного действия, если предположить, что все, что у вас происходит сейчас, это Оль, синдром, да? Что? А вы же, на черту, вышли замуж. Вы же, родили ребенка, и жили, в общем-то, ну, в какой-то жизни, да? Своей. То есть, что получается? Получается, что либо вы вытеснили вот это вот незавершенное действие, и все, что вы делали, являлось сублимацией, по сути. То есть, ребенок, семья, муж, все это, это сублимация. То есть, направление энергии, изначально, изначально, стремящие себя к этому человеку, бывшему однокурснику, направление этой энергии в другое русло. Быть может так. Но для этого нужно проанализировать, как вы относитесь к своему мужу. Любите ли вы его? Есть ли у вас с ним проблемы в отношениях? А как вы с ним познакомились? Как вы с ним встретились? Как вы с ним стали вместе? Это все нужно проанализировать. Что мотивировало вас на то, чтобы идти за него замуж? Чтобы родить ребенка? Что мотивировало вас на это все? Какой был мотив? Забыть однокурсника? Или вы правда его забыли? Возможно, и другой вариант, при котором вы, испытывая чувство к однокурснику, преследовали подсознательную цель, ну, доказать, например, что вы более достойны, чем вас представляют. Доказать себе, что вы более достойны, чем, кажется, например, людям вокруг вас. Доказать себе, что вы лучше. Это органично вплетается в мое предположение о том, что вы себя подавляете, но не совсем органично вплетается в то, что вы описываете дальше. То есть, понимаете, с одной стороны, с одной стороны, ваш текст, логика повествования которого ведет к тому, что у вас синдром незавершенного действия. С другой стороны, ваши слова и то, что происходит из ваших слов, это говорит немножко о другом. Вот эта вот двоякость, двоякость, она, на мой взгляд, не может быть решена в контексте ответа на вопрос по большому счету. До конца, по крайней мере. Вот вы говорите, что он интересы ко мне не проявлял, а игнорировал по полной. Как вы на это реагировали? Как вы это воспринимали? Добивались ли вы его? Не добивались вы его? Переживали вы? Не переживали ли вы? Забыли вы его? Не забыли вы его? Как изменилось ваше мышление после такого его отношения? Как вы к этому отнеслись? Потому что он вас не замечал. И так далее. В чем была причина его игнорирования? Вот. Не виделись двадцать лет к этому времени. И я, и он неплохо сохранились. Слабо их семьи, дети, не без алкоголя, возник легкий флерс. Он сам проявил интерес, несмотря на присутствие других симпатичных девушек. Ну, о мотивах его поведениях можно сказать так, что у вас появилось больше общего. То есть, я, конечно, не знаю про других девушек, но вы, по мнению мужчины, точно не будете от него чего-то требовать. Потому что у вас семья, и у него семья. А вот у других девушек семьи, ну, по крайней мере, младших словам, нет. И они, если он с ними, например, прикрестит, будут от него что-то требовать. Вы же, находясь в одном с ним положении, требовать от него не будете. По мнению мужчины. И именно поэтому, он к вам и тяготел. Понятно. Ну, очень, очевидно, что он не удовлетворен своей, своей семье, иначе бы ничего этого не было. И опять же, вряд ли вы на это обращаетесь увнимания своей семье. Но, опять же, вряд ли вы на это не обращаетесь внимания, тем не менее, это очень важно. Именно то, что вы не удовлетворены в своей семье, И именно в природе неудовлетворенности кроется ответ на ваш вопрос. Так, алкоголь. Ну, понятно, алкоголь – это такой освободитель, знаете, чувств и желаний. Значит, ну, далее он говорил, что вы выглядите хорошо, долго общались, в результате он просто и прямо приглашил секс и отказал. Почему? Почему отказались? Не потому ли, что боялись того же осуждения, например, моралистов? Не потому ли, что считаете себя недостойной в глубине души счастья? Ну, такого, такого, знаете, полного счастья. Ну, да, муж у вас, вероятно, очень хороший, но так, чтобы вот со страстью, с пылом, у вас, скорее всего, отношений нет. Вы отказались. Я полагаю, из-за страха. И я полагаю, из-за непринятия себя, опять же. То есть, я не имею права позволить себе получить удовольствие. И в некоторой степени ситуация осложняется тем, что общество действительно измены воспринимает довольно негативно. Потому что это несет угрозу. Общество. Но с вашей точки зрения, то, что вы стартовали, долго общались и так далее, с вашей точки зрения, вы уже изменили. Но не в том смысле, что вы изменщица и предательница, а в том смысле, что вы уже показали себе, что ваши желания немного другие. И вся семья, ребенок. Ребенок – это здорово, но это не то, что нужно вам. Вы не чувствуете себя в этом свободно, вы не чувствуете себя в этом комфортно, вы не чувствуете себя в этом с собой. Понимаете? Объятия свели его. Его объятия свели меня с ума несколько дней. Думать ни о чем не могу. Ну, естественно. Если вы с мужем не счастливы, или если вы все это время втайне мечтали о однокурсочке, то да. Вопрос только в том, вопрос только в том, что, на мой взгляд, вот вылицовывается картина все же именно мужчины на фоне. То есть, ваш муж – это отражение вас. То есть, это тот, кого вы, вероятно, не любите, кто вам, вероятно, не подходит, но кого вы считаете адекватным для себя партнером. А этот человек лучше мужа. Но он лучше только на фоне. Только на фоне мужа он лучше. В этом контексте, можно сказать так, что стоит вам, например, развестись с мужем и какое-то время прожить с этим человеком, то вы очень быстро поймете, что он самый обычный. И в нем ничего нет, помимо того, что он вам дает. То, чего не давал муж, возможно. Вот этого самого флирса, вот этих самых объятий, комплиментов и так далее. Может быть, ситуация не так, на самом деле. Может быть, в действительности, муж ваш очень хороший, одаривает вас всем, любовью, теплом, лаской, заботой, но вы именно тяготетесь к одногруппнику. И тогда да. Тогда вам действительно нужно отпустить именно отношения с ним. Я полагаю, что вся проблема заключается в этом случае в том, что он вас игнорировал по полной. Вот обид на него, непонимание того, что он игнорировал не вас, не лично вас. И что дело здесь не в вас, не в вашем поведении. Но это требует, конечно, определенной работы. Потому что, если я, например, сейчас скажу, что его игнорирование, которое вас задело и которое заставило думать о себе хуже, оно в действительности предназначалось не вам, оно просто было. А вы восприняли его поведение как негатив для себя, в силу своей склонности думать о себе хуже, которую, опять же, образовали у вас ваши родители, скорее всего. Так, значит, затем были редкие смс, от него он предлагал встречу, изменялся за свое непристойное предложение, делал комплименты, слетовал с намеком на секс, сердце, которое замирало. Согласитесь, довольно противоречиво, изменялся за непристойное предложение, но слетовал с намеком на секс. То есть, как бы, это странно. Либо вы хотели видеть то, что, ну, то, что вам хочется. Вы хотели видеть то, то, что есть. Потому что, ну, довольно противоречиво на самом деле. Он действительно успел свести меня с ума, плюс старые чувства. Так, он действительно успел свести меня с ума. А это вот, что вы под этим подразумеваете? Дав вам то, чего вы хотели всегда, начал вам давать то, что вам нужно, или что? Или что? Плюс старые чувства. А какие это старые чувства? Вот как бы вы их охарактеризовали, эти старые чувства? Как они выражают? Это любовь, это страсть, это потребность, это нужда в нем. Вот как? Как бы вы охарактеризовали свои старые чувства? Да, реальная встреча с дела не доходила. Когда, как-то я написал, что не хочу с ним встречаться, потому что стоять перед его обаянием сложно. Я не интересуюсь женатыми. Ну, в принципе, правильно. А не женатыми вы интересуетесь, получается. Опять же, говорит о том, насколько у вас все хорошо именно в семье, да? он замолчал, и мне показалось, что это было потеря интереса. Ну, по крайней мере, не то, что потеря интереса, но вы выставили свои границы. Вы показали мужчине, что приемлемо для вас, а что у них нет. А потом получилось так, что он сказал мне что-то, что показалось мне грубо. А как так получилось? Знаете, вот то, что у вас так получилось, как-то я написал, как-то получилось, вот это все говорит об отсутствии у вас ответственности за себя. То есть, что такое ответственность? Это понимание того, что я делаю, для чего я делаю, что я хочу получить, и чем готова платить за это. И понимание того, что платить, как бы, ну, буду только я за это. Опять же. То есть, вот ситуация складывается, на мой взгляд, именно так. Отсутствие ответственности вашей. Соответственно, ее можно развивать путем постановки таких вопросов. Кто я сейчас? Чего я хочу? Для чего я это делаю? Какие средства я готов для этого использовать? И чем я готов платить? За это одно, что я получил? Тогда у вас не будет получилось так, что он сказал и так далее. Значит, это показалось не грубым. Я в порыве обидел достаточно резко, чем обидел. А почему вас это задело? Скажите, вас ведь, наверное, часто задевают такие вещи, вас, наверное, часто задевают подобные грубости. Или, может быть, не часто, но все равно задевают. Вы никогда не задумывались над тем, почему так, почему какие-то вещи вам кажутся грубыми? Может быть, они правда грубые? И вы считаете неприемлемыми их для себя? В порыве нет ничего плохого в том, что вы его обидели. Вы его обидели, пусть подумает, что как бы пересел границы, и, возможно, если у него действительно есть к вам какие-то чувства, он так больше поступать не будет. Так, через неделю начала переживать и видеть ситуацию с другой стороны. Опять, чем это продиктовано? Чем продиктовано такое изменение взгляда вашими желаниями или с падением эмоций или чем-то еще? Возможно, в его глазах это была не грубость, а шутка, но отношения были испорчат. Даже если это шутка, то шутка должна быть грамотным человеком подобрана так, чтобы другого человека она не задела. Если человек сознательно не хочет того, чтобы его шутка задела кого-либо. Поэтому здесь я полагаю, что даже если он шутил, то все равно нужно понимать, с кем шутишь как бы и как. Если этот человек тебе не близок и он тебя недостаточно хорошо знает. Опять же, критерии грубости какие-либо подавляются вашими желаниями. Опять же. Когда я позвонил и на эмоциях предложил посидеть в кафе. В кафе я выглядел на все сто, мышечины сворачивали голод, но он общался просто дружелюбно. Опять же, это связано с тем, что вы сказали, что вы не интересуетесь женатыми. Заинтересованности повертанства и романтичности не заметила. Была некоторая робость и смятение при прощении. Ну, это связано с тем, что у мужчины к вам были какие-то ожидания, да, что он хотел с вами переспать, но после того, как вы сказали ему, что не интересуетесь женатыми и значит так, и что не хотите в эту игру играть, мужчина может быть принял это за откровенность, да, за правду и исходил из этого. теперь. Возможно, и другая ситуация, что вы 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 же не сказали, как он принял предложение, вы же не сказали, о чем вы общались, но невероятно, что мужчина почувствовал, что вы для него слишком хороши. Такое тоже было, потому что люди, они в частности вы похожи в том, что оба подавляют свои желания, и у мужчины это проявляется в неуверенности в себе еще больше, а у вас это проявляется наоборот, в каких-то действиях, которые вы сами бы никогда бы не совершили, наверное. Вот. Шагов тоже не было сделано, но опять же, а вы почему шаги-то от него ждете? Если вы чего-то хотите, то вам и шаги делаем, если вы не хотите, то соответственно не нужно вообще ничего. То есть опять ожидания какие-то, опять какие-то ожидания в поведении от человека, но чем эти ожидания продиктованы не очень понятно. Наутро он не проявил интереса, опять ожидания. Ни одной смс-ки на мою ответили вечного и прохладного. Ну, знаете как, это может быть то, что я сказал, и может быть еще и то, что в его семье кризис, который был на момент, когда он флиртовал с вами, прошел. Со своей женой он помирился. И теперь вы ему уже не интересны, потому что может быть в его семье все не так плохо, и может быть свою жену он все-таки любит, и может быть теперь когда у него все здорово, он вам не интересуется, но вы опять восприняли это на свой счет. Вы опять болезненно восприняли его игнорировать. Возможно, как и в первый раз. Почему? Все потому что вы равняете свои желания, потому что вы не принимаете себя, и потому что вы склонны к тревожности. То есть склонны к репродуктивным поведенческим моделям в разных ситуациях. То есть неадаптивное поведение. Он разглядел меня внимательно, и я ему не нравлюсь. Нет, вот это вот, понимаете, это классическая неуверенность в себе. Он вас разглядел, ему понравилось. Просто у него соответствуют другие приоритеты. Дело не в вас. Дальше вы пишете глупое, скучное, неженственное. Это опять же ваши страхи. Это ваши страхи, это то, что вы о себе думаете. Но ведь другие мужчины сгорячили головы, правильно? Значит все в порядке. Дело не в вас, дело в нем. Он до сих пор обижен на мою грубость, или вообще после этого я перестал существовать для него как женщин. Скажите, Елена, вы действительно думаете, что женщина, которая существовала изначально как женщина для мужчины может перестать ею быть после обиды? мужчина тогда такой. И тем не менее это опять ваша неуверенность в себе и желание самоутвердиться. Я слишком полная, худая, замучена. Так вы определите, если вы либо полная, либо худая. Потому что не очень понятно. но здесь у вас опять же просто очень мощная волна неуверенности в себе и непринятия себя. И прочие навязчивые прозрения. Да, навязчивые прозрения, потому что вы не чувствуете в себя женщиной. Навязчивые мысли это симптом невроза. Невроз это вытесненные желания. Да, вытесненные желания или подавленные желания. Ну, в общем-то я уже говорил. Уизлённое самолюбие вгрызло с меня своими клыками и не хочется пускать, продолжая поедать. А почему уизлённое самолюбие? Почему вы спроецировали его отношения на себя? Почему? В чём вы сомневаетесь в себе? Что вы не понимаете не принимаете в себе? Я хочу понять, как избавиться от этого. Как правильно оценить ситуацию? Ну, правильная оценка ситуации быть не может, потому что мы не знаем, как обстоят дела на самом деле. И вряд ли мужчина, если его спросить прямо, ответит честно. Потому что вы недостаточно близки. Но вот, чтобы избавиться от этого, нужно, нужно вам как следует работать со своими качествами, со своими потребностями, может быть, со своим образом женским, возможно, самооценкой и я бы сказал, что с личными границами, потому что с ними у вас тоже небольшая беда. Но вообще, если у вас были строгие и подавляющие родители, то это нормально. То есть психотическое поведение в данном случае, оно вполне естественно, что вы, так сказать, стремитесь за другим человеком, да, стремитесь за ним, пытайтесь его, ну, я не знаю, догнать может быть, вот. И это нужно для того и потому, что сами по себе одна, вы, вероятно, чувствуете себя несколько, ну, не уверен, несколько неуверен. И это говорит, опять же, о том, что личного пространства самодостаточность у вас нет на том уровне, на каком вы могли бы чувствовать себя комфортно одной. Иногда думаю, что он просто оробел, так как не было по-алкоголю, который давал смелость с комплиментами и флиртовать. Это, на мой взгляд, защитная реакция и, так говоря, подознательная цель принизить человека, выставить его не таким хорошим, как вы о нем думали и постараться убедить себя в том, что он в действительности не такой мужчина, как вы его себе представляли, и тем самым стараться от него отдалиться. В действительности защитный механизм принижения не убирает главной проблемой, которая кроется за ним. То, о чем я говорил. И может, для закрытия ситуации мне просто позвать его еще раз и соблазнить уже без намеков и ломать. Но, понимаете, в вашем случае, перестав с ним, вы вряд ли будете думать, что вы нравитесь ему, и, скорее всего, будете думать, что перестал он с вами из-за жалости, из-за похоти, из-за еще чего-нибудь. Но, вряд ли, вы будете думать о себе лучше. Поэтому, на мой взгляд, в любом случае, исходя из обоих возможных вариантов, именно секс ничего не даст. Потому, что он не является здесь ведущим мотивом. Но, опять же, исходя из того, что вы сказали. исходя из того, что вы написали. Вы пишите, помогите, помогите. Но вопрос в том, как, какой помощи вы ждете. Поскольку у вас есть завышенные ожидания от мужчины, и, соответственно, есть обиды, и, соответственно, вы играете в жертву, то я должен спросить, в какой помощи и как вы ожидаете от нас какой именно? Как вы себе представляете эту помощь? Потому, что, например, психологическая помощь оказывается в виде индивидуальных консультаций, в процессе которых вы можете узнать какие-то вещи о себе, и ваша жизнь может поменяться готовы ли вы на это? Если да, то психологическая помощь будет. Если вам нужен просто совет, но совет легко дать, я не думаю, что это компетенция психологов, именно, и за совет не нужно платить деньги. Так что помощь, какую помощь вы хотите? Еще я думаю, что так как мы все равно вряд ли увидимся, может мне просто позвонить и прямо задать вопрос сразу лист, что я ему уже не интересно или какой точке потерял интерес. опять честно мужчина вам не скажет. Честно, даже если что-то есть, мужчина вам этого не скажет. Даже если скажет, это не означает, что он сказал правду. Потому что у него тоже может быть механизм принижения, как и у вас. Поэтому верить словам мужчины, какими бы они ни были, не стоит. Дело не в словах, дело не в том, кто что вам говорит, дело в том, что вы сами о себе думаете, дело в том, как вы сами выстраиваете свою жизнь, дело в том, как вы сами реализуете свои желания, и дело все в том, как вы платите за реализацию своих желаний. Вот и все. И если вы встанете на этот путь, то, по моему мнению, отношение кого-либо, восприятие кого-либо совсем не будет вас трогать. Ведь вы же в этого одногруппника влюбились, несмотря на то, что он вас игнорировал, вы хотели быть с ним. Значит, ваши чувства к нему не являются чистыми. Не являются полностью искренними. Они являются чем-то, что диктует вам ваши собственные личные потребности. То есть человека тогда и сейчас вы воспринимаете как средство для получения чего-либо. Вопрос в том, чего? И как этого можно добиться? И если вы добьетесь этого сами, без посредника, то станет ли он вам так нужен? Подумайте, как вы представляете себя с этим мужчиной? Как? Что он? Гем он будет для вас? Видите ли вы его своим мужем, например? Или он вам нужен здесь сейчас для чего? Если вы хотите ему счастье, как это бывает при любви, то очевидно, что без вас ему лучше сейчас. Очевидно, что он не готов на какие-то шаги для того, чтобы быть с вами ближе. И он рабеет, значит, ему не по себе. Но вы не готовы его отпустить. Вы не готовы довольствоваться тем, чтобы ему было хорошо. Значит, здесь ваши желания. И вот какие это желания нужно определить? Чем быстрее вы увидите это, и чем быстрее скорректируете свое поведение, чем быстрее вы выйдете из этой ситуации, тем быстрее она перестанет вас волновать. Вне зависимости от того, что мужчина думает и что мужчина чувствует. Это ваша жизнь. И вам нужно прожить ее самой хорошо, без оглядки на тех, кто что и как, чему о вас думает, говорит и так далее. Только так, только будучи независимым, можно выстраивать адекватные отношения с другими людьми и быть счастливым. А у вас тем более ребенок. Что еще более важно? Потому что для ребенка нужно, чтобы мама была гармоничной, уверенной, спокойной и удовлетворенной. Иначе она не сможет его воспитать адекватно. Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.